Мур, привет друг, это Зверьком. Я занимаюсь гайдами и обзорами с 2017 года, и со временем появились более молодые и торопливые обзорщики. Мне стали писать в комментариях, ты опоздал, это уже выпустил кто-то другой. Ты похер! Для меня главная не скорость, я просто показываю вам, как сам знакомлюсь с персонажем, и даю прогнозы к его развитию. 9 февраля на тест вы добавили нового героя, танка Глу. Это восхитительно! Наконец-то монстр, а не очередной человек! Хотел сказать я, но дед тут же подключился и скинул скин Зака из Лола. Я вот думаю, ну можно было сварганить из слизи другую фигуру, например, не орангутана подобную, а просто, ну не знаю, в форме злобной лужи или еще какой-нибудь фигни. Вышло бы даже интереснее. Но имеем, что имеем. Итак, что у Глу по навыкам? Пассивка. Нанося урон навыками, навешиваем метки на противника, замедляя его с каждым стаком на 8%. Держится замедление 6 секунд и стакается до 5 раз. Кроме того, когда Глу атакует помеченного противника автоатакой, то немногое самоисцеляется. Исцеление не зависит от количества стаков, а только от максимального здоровья Глу. Но это могут изменить. Первый навык. Глу ударяет по земле рукой, нанося урон и оставляет частичку себя на дальнем конце навыка. Это маленький слим. Давай назовем ее Глушка. Через 4 секунды Глушка взрывается, обездвиживая противника и нанося урон. Ее можно взрывать еще и самостоятельно, наступив на Глушку или шарахтув по ней вторым навыкам. Фиг знает, почему я в женском роде о ней, но пусть будет так драматичнее. Второй навык. Глу выпускает струю из живота, которая наносит урон и обездвиживает противника. Если струя попала в Глушку, то сам Глу притягивается к этому месту и немного пододвигает обездвиженного противника. Конечно, провоцируя взрыв Глушки. По сути, это основная комба для этого танка. Небольшой минус в том, что в первом навыке до создания мелкой Глушки проходит примерно секунда. И за это время расторопный противник может сориентироваться и отскочить. Дальше круче. Ульта выглядит крайне уморительно. Глу рассыпается на кучу слизней и пробегая через противника, наносит ему урон. Но остальные навыки не активны. А если нажать на ульту еще раз, он вселяется к противнику, подобно Рагнареку, вселившемуся Фрону и Солидер. В этом положении он все еще может использовать первых два навыка. Хотя в описании сказано, что и автоатаку тоже. Но не суть. Самое забавное, когда атакуют Глу, урон также наносится его носителю. Таким образом, если у Глу процент здоровья больше, он может запросто запрыгнуть на врага под вражеской башней. Башня – существо без мозгов и будет атаковать Глу. А урон будет также наноситься жертве, которая таскает Глу на плечах. Если процент здоровья танка выше, у него все шансы выжить и даже уйти из-под башни. Или можно запрыгнуть на стрелка или мага и словить в него весь урон противника. При том, что Глу танк и собран в здоровье, он выживет, а жертва упадет от Френдли Файр под дружеским огнем. Это слишком круто. Поэтому я уверен, что процент передаваемого урона будет снижен. Но на этом приколы не заканчиваются. Сидя на противнике, можно все так же подтягивать его в нужную сторону. И либо ты его подтянешь под свою башню, и его будет атаковать твоя башня. Либо под вражескую башню, и его и тебя будет атаковать вражеская башня. Либо затянуть противника в лапы союзников. Короче, вариантов уйма, и все это выглядит очень потешно. Я оставлю немного геймплея. А ты, если еще не подписался, подпишись. Или переподпишись, если этого еще не делал. Кажется, это оживляет канал, но нужно больше статистики. Скоро перевод обновления 1.5.56. Не теряйся и проверяй видео по подпискам. Увидимся, друг. Увидимся, друг. Увидимся, друг. Увидимся, друг. Ваша команда уничтожила башню. Вы убили врага. Я уничтожил. Крайное убийство. Союзник убит. Я убил. Крайное убийство. Двоехали. Убили. Ха-ха-ха. Убили. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...